В этом году вышли еще ряд томов из серии «Онтология памятников права народов Кавказа», каждый том из которых рассказывает о праве народов Кавказа и предкавказья со дня зарождения и до наших дней. Сама тема интересна тем, что в томах можно ознакомиться о традициях и ритуалах народов, истории, пантеонах, сами кодексы приведены и многое другое. Каждый том рассказывает об каком-то определенном народе. Вышли в свет уже том о русских, казаках, кубанских и донских, терских, войнахах, адыгах, кабардинцах и других народах. В этом году среди прочих вышел в свет и 20-й том, посвященный памятникам права армян. Представляем вашему вниманию кусочек нашего интервью с автором идеи и ее руководителем, доктором юридических наук, заслуженным юристом Российской Федерации, профессором Дамиром Юсуфовичем Шапсуговым. Да, это колоссальная работа, но вот сколько времени уходит, скажем, на издание, написание одной книги? Ну, так, значит, каждый том и подготовка материала у него, она занимает разное время в связи с разной доступностью материалов, которые в него включаются. Ну, если так вот в среднем, значит, можно так сказать, вот мы 17 томов издали с 2009 года. Значит, тогда получается в среднем, значит, можно будет вычислить время, которое приходится на один том. Но из этих 17 томов 6 мы издали в этом году, видите? Но это получилось потому, что мы в предыдущее время занимались нахождением, поиском, нахождением материалов, которые уже будучи найдены, могли быстро войти в очередные тома. Ну, если так, вот, допустим, в 2009, сейчас в 2014, это, значит, получается, ну, 5 лет, за 5 лет мы издали 17 томов. Вот, скажем, взять тех же народов адыгов, да, и взять один из таких народов, как рутульцы в Дагестане или цахуры. Объемы, опять-таки, вернемся к объемам, одинаковые. Как можно собрать в одну книгу, скажем, в таком же объеме, богатую адыгскую культуру и, скажем, того же, я бы не сказал, богатую цахурскую культуру? Что касается Дагестана, мы пока по Дагестану, по всем народам, издали только один том. Более-менее обобщающий, да. Это, естественно, не завершение работы. Это только самое начало работы. Сейчас вот мои коллеги из Дагестана, в частности, профессор Исмаил Магамед Саид, мне сообщил, что он подготовил второй том. Вот в ответ на ваш вопрос я заявляю, что мы поставили перед собой задачу не забыть ни один народ, даже самый малочисленный, Кавказа. И все, кто нам могут помочь, не забыть этот народ, то есть имея какие-то сведения о нем, знают о его правовой культуре, правовые памятники знают их, да, их родословную там, и их народная память, какая у них сохранилась. Я вот даже ко всем обращаюсь, кто может услышать меня, да. Любой представитель любого кавказского народа нам нужен для того, чтобы он нам помог наиболее богато представить, в частности, политико-правовую историю своего народа. Может быть, правильнее было бы назвать, я понимаю, что это уже бренд, антология памятников права народа в Кавказе и пред-Кавказе, потому что я знаю, что у вас есть отдельные тома, например, посвящены калмыкам, да? Да, есть такой том. И знаю, что были какие-то трения с армянской общины, потому что здесь считается, что Армения в Закавказье, а тут о Кавказье говорится. Значит, понимаете, какая ситуация? Такой вопрос действительно возникает. Вот. Но мы исходим из того, что существует общепринятное понятие Кавказья. То, о чем вы говорили, это научный спор, да. Есть взгляд, в соответствии с которым надо говорить о пред-Кавказье, значит, говорить о Закавказье, вот. Но даже на поверхностном уровне видно, что во всех этих случаях слово Кавказ присутствует, да. И, наверное, это к чему-то нас тоже обязывает. Вот. Поэтому пусть любят спор. По Северному Кавказу существует, да. Что это такое Северный Кавказ? Но мало кто знает, откуда этот термин вообще появился. Термин этот впервые был употреблен в указе императора российского, да, в 60-х годах 19-го века. Вот. И он был связан с той войной, которая уже шла, значит, к завершению. Вот. Если существует Северный Кавказ, то, наверное, есть логические основания говорить о Южном Кавказе, да. Поэтому, значит, я думаю так, что есть общекавказский тренд, кавказец, допустим, да. Есть какие-то общие свойства этого такого существа, личности кавказца. И ни один армянин, ни один грузин, значит, не откажется от того, что он, на самом деле, кавказец. А ну, в науке пусть спорят, это их дело. Наша задача, вот этот регион, который географически, даже и политически называется Кавказом, значит, был представлен полностью во всем своем, я хочу подчеркнуть, потому что я в этом убежден, во всем своем богатейшем политико-правовом своеобразии, применительно к каждому народу. Об одних народах забыли, о других вообще ничего не знали, да. Вот наша задача постараться найти реальные факты, реальные документы, которые свидетельствуют о том, что даже есть народы ушедшие, о которых сейчас нет, да. Мы хотим и о них, но если нам удастся, конечно, мы не собираемся, значит, что-то выдумывать, да, мы будем операться только на реальные документы. Кстати, о выдумках расскажите, но после вот этого вот всего разделяя в лавство, да, о котором мы с вами говорили, перед тем, как включить камеру, вы проверяете то, что высылают, например, из тех же республик, из Грузии, Армении, Азербайджана? Да, у нас... Сейчас вталкиваемся с фальсификацией, это понятное дело, это сейчас... Да, значит, ну, во-первых, мы имеем, значит, стараемся придерживаться системы публичных официальных источников, да. Ну, это какие, ну, некоторые назову, ну, допустим, полное собрание законов Российской империи, богатейшее, и еще далеко и на 10% неиспользуемое. Потом есть, это тоже официальное, это тоже, в принципе, имперское, да, но есть великолепное издание, 12-тонное, значит, акты Кавказской археографической комиссии, которая бы работала в России в 19 веке под руководством просто выдающегося гениального ученого, академика Российской академии наук Арнольда Петровича Берже. Вот. Вот я, значит, недавно установил такие, значит, хорошие контакты, ну, пока устные, с музеем краеведческим в Краснодаре имени Евгения Дмитриевича Филицина. Вот. Тоже выдающегося, гениального, преданного исследования истории народа, как минимум, сердца Кавказа человека, редчайшего человека, имея в виду его упорство и результаты его научных исследований, да, вот. Значит, это вот, ну, допустим, возьмем конкретный пример его деятельности, описание Дарьмена в Северном Кавказе. Он ни один Дарьмен не описал по каким-то книжкам. Он обязательно приезжал на место, сначала, он находил сначала, значит, место, где он может быть, по источникам, да, ну, естественно, всю информацию. И потом уже, приезжая на место, завершал свой труд. Ну, таких подвижников, к сожалению, было очень немного. Вот мы сейчас хотим посвятить его в специальном подпроекте нашего проекта «Право мир Кавказа» специальный выпуск, посвященный Евгению Дмитриевичу Филицину. И некоторые работники этого музея, названного музея, нам, значит, согласились оказать всемирную поддержку. Более того, мне даже подарили, вы представляете, редчайшее издание, о котором я до этого не знал. Это, значит, печати кубанского казачьего войска, вот, огромного формата. Это где «Голый казак» на бочке? Нет, это «Донской казачьей». А, это «Донской казачьей». А, это «Донской казачьей». А, это «Донской казачьей». Ага. Вот, и там печати, начиная от печати станичного атамана, станиц сколько было, да, вот, и кончая печатью атамана всего кубанского казачьего войска. Интереснейшее, вот мы издали 15-й том, это только первый том по кубанскому казачьему, что мы будем продолжать его издавать, да, вот, с обычного права казаков, у которых, кубанских, интереснейшая история. Вот, ну, сейчас об этом, наверное, разговаривать нет, возможности по времени. Но я хочу просто назвать, чтобы, вот, читатели и слушатели ваши знали, да, что мы издали 5 томов памятников права адыгов черкесов, что мы издали один огромный том, но это только начало памятники права народа Дагестана. Мы издали, это вот 6-й том, да, 2 тома памятников права Донского казачества, 7-й, 8-й том. Мы издали памятники права калмыков, 9-й том, очень хороший, насыщенный материал. Вот, значит, 9-й, 10-й том, это обычное право карачаевцев, 11-й том, это обычное право балкарцев, вот мы издали. 12-й том, вот стоит перед вами, это русское обычное право на Дону и Северном Кавказе. Тоже Кавказ. Да. 13-й том, вот, недавно вышел, большой по объему, но тоже это только начало, и предыдущие тома только начало. 13-й том, это памятники права чеченцев, так. Значит, 14-й том у нас пока в работе, абхазский будет. 15-й том, я вам сказал, значит, это памятники права кубанского казачьего войска. 16-й том посвящен завершению, актом, характеризующим завершение Кавказской войны и формированию юридического пространства России на Северном Кавказе. Вот, 17-й том, памятники права Азербайджана, и 20-й том, первый, да, первый том. Там тоже будет 3-4 тома Азербайджана. И первый том, огромный, подготовленный профессором Абакян Рубаном Астевичем. Это довольно давний такой исследователь права Армении, уже издал в ряд фундаментальных трудов по этому вопросу. Вот, значит, и еще будет несколько томов, да, вот он, 20-й. На очереди у нас право осетин, право ингушей, вот, ну и потом в разбивку, значит, отдельные народы Дагестана, нагайцы. Вот мы сейчас, вот я даже обращаюсь, был на съезде тюркских народов, на конференции, посвященной тюркским народам, там со многими познакомился, вот, но мы готовы издать, вот, памятники права тюркских народов на Кавказе, на Кавказе. Вот если вот мы получим такие материалы. Те, с которыми, люди, с которыми я встречался, они нас обнадеживают, что есть такие материалы. Мы просто не представляем, я одну фразу еще позволю себе сказать, мы просто, значит, привыкли традиционно думать, ну, какие могли быть взаимоотношения между народами в такую дальнюю эпоху, когда не было транспортных средств современных, когда не было ни телефонов, ничего. И нам все представляется, что люди жили очень замкнуто в этих ущербах и так далее. Это глубочайшее, по моему убеждению, заблуждение. Люди очень мощно общались. Значит, я хочу закончить эту фразу тем, что общение между народами Кавказа всего было огромным. И фактом здесь служит даже вот то, что одна профессора из Азербайджана, участвовавшая в этой конференции, вот, она мне сказала, что существует множество договоров между ханами современного, ну, властвовавшими на территории современного Азербайджана в давние времена и владельцами народов Северного Кавказа. Вы понимаете? Раз договорную форму эти отношения даже облекались, да, то это же говорит о том, что и на самом деле мы должны учитывать все перемещения народов, все те смешения народов, которые происходили. И поняв это, мы поймем, что Кавказ един. Ну, договоры пусть в Тегеране. Я хотел вот еще что спросить. Мы с вами говорили о Мхитаре Гоши, да? Вот здесь такая получается, такой получается немного спорный вопрос. С одной стороны, судебник этот принадлежит этническому армянину. С другой стороны, человек родился на территории Кавказской Албании. С третьей стороны, на этой территории сейчас расположено государство Азербайджан. А чей судеба не только арабора? Нет, не только Азербайджан, но и территория Грузии, это территория разделена. И Дагестан. В какой дом его включать, получается? Значит, ну, здесь мы исходим из такого принципа. Значит, мы считаем, что наша задача просто, значит, представить во всем многообразии богатство памятников права Кавказа. Значит, если возник, как в данном случае, какой-то спор, да, то мы, значит, не можем занимать чью-то позицию, да, а представить обе эти позиции, а уже задача ученых продолжить этот спор, проводить конференции, да, вот. И либо прийти к какому-то определенному одному выводу, либо не прийти к нему, да. Но в любом случае судебник Гитара Гоша, как памятник права, от этого только выигрывает, да. Потому что он имеет возможность получить более широкую известность, и этот судебник сыграл выдающуюся роль в судьбах разных народов, да. Ну, если даже исходить из того, что его основные положения входили в другие нормативные акты, да, и в том числе на территории вообще других государств, в том числе Польши, там, и России, да, и эти нормы, как бы, опробировались на разные почвы. Вот, поэтому вот наша позиция такая, что существуют разные взгляды. Не наша задача решать, кому он принадлежит, да, это задача ученых, глубоких исследователей, которые хорошо знают эти проблемы, вот, настолько глубоко, что имеют право иметь свое мнение. Вот пусть они обосновывают свое мнение, да, и мы с уважением относимся к любому мнению. Да, но тогда, получается, может возникнуть такая спорная реакция, если, допустим, в томе об Армении у нас будет Хитар Гош, в томе об Азербайджане у нас будет Хитар Гош. Ну, пока в азербайджанском томе этого нет, понимаете? И пока мы только издаем. Этот вопрос мы, конечно, будем согласовывать. И в то же время Албания – кавказоязычное государство, все-таки тоже не будем забывать, потомками коих являются, например, лезгины, да, один из пленей. Нет, ну это не только лезгины, это один из пленей. Все, вот я хочу сейчас сказать о другом, вот все глубокие исследователи государственности Кавказа и права пришли к выводу, что древние государства никогда не были, значит, мононациональными. Они, как правило, полиэтническими были, полиэтническими. Некоторые даже на этой основе выдвигают такую теорию, что на Кавказе нет народов, которые не были причастны к формированию той или иной государственности. У меня даже возникла идея, значит, вот специальные тома посвятить памятникам правов, возникшим в рамках конкретных древних государств. Понимаете? Вот я думаю, что это путь, по которому можно выйти на правильные ответы на такой сложный вопрос, который мы с вами обсуждаем. Но для этого мы должны подготовить кадры, которые вот такими глубокими вещами будут заниматься. То, что сегодня есть, значит, уже даже среди них есть люди, которые не настроены, вот сугубо, знаете, националистически. Они готовы искать объективную истину. На таких людей мы тоже будем, конечно же, опираться. Это был профессор Дамир Юсуфович Шапсугов. Ну а мы с вами прощаемся. До встречи на этой неделе. Субтитры создавал DimaTorzok